Михаил Пришвин. Ёж. Раз шёл я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затукал. Тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шёл автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога. Он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог. — А, ты так со мной? — сказал я, и кончиком сапога спихнул его в ручей. Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетина на нём были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понёс домой. Мышей у меня было много. Я слышал, ёжик их ловит, и решил, пусть он живёт у меня и ловит мышей. Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза всё смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно. Как только я затих у стола, ёжик развернулся, огляделся, туда попробовал идти сюда, выбрал себе, наконец, место под кроватью, и там совершенно затих. Когда стемнело, я зажёг лампу, и, здравствуйте, ёжик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что эта луна взошла в лесу. При луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил вокруг луны облачко. Стало совсем как в лесу, и луна, и облако, а ноги мои были, как стволы деревьев. И, наверное, очень нравились ёжику. Он так и шнырял между ними, понюхивая, почёсывая иголками задники у моих сапог. Прочитав газету, я уронил её на пол, перешёл в кровать и уснул. «Сплю я всегда очень чутко. Слышу, какой-то шелест у меня в комнате». Чиркнул спичкой, зажёг свечу и только заметил, как ёж мелькнул под кроватью. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оставил гореть свечу. И сам не сплю, раздумывая. «Зачем это ёжику газета понадобилась? Скоро мой жилец выбежал из-под кровати и прямо к газете. Завертелся возле неё, шумел, шумел, наконец ухитрился, надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил её огромную в угол. Тут я и понял его. Газета ему была, как в лесу сухая листва. Он тащил её себе для гнезда. И оказалось правда, в скором времени ёж весь обернулся газетой и сделал себе из неё настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу луну. Я подпустил облака и спрашиваю, что тебе ещё надо? Ёжик не испугался. Пить хочешь? Я встал. Ёжик не бежит. Взял я тарелку, поставил на пол, принёс ведро с водой. И то налью воды в тарелку, то опять волью в ведро. И так шумно, будто это ручеёк поплёскивает. Ну иди, иди, говорю. Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака опустил. И вот тебе вода. Смотрю, будто двинулся вперёд. А я тоже немного подвинул к нему своё озеро. Он двинется, и я двинул. Да так и сошлись. Пей, говорю окончательно. Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провёл, будто погладил. И всё приговаривал. Хороший ты, малый, хороший. Напился Ёж. Я говорю, давай спать. Лёг и задул свечу. Вот не знаю, сколько я спал, слышу. Опять у меня в комнате работа. Зажигаю свечу. И что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Ёжик прибежал в гнездо, сложил его там, и за другим бежит в угол. А в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот Ёж подбежал, свернулся около яблока, дёрнулся и опять бежит. На колючках другое яблоко тащит в гнездо. Так вот и устроился у меня жить Ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол. И то молока ему налью в блюдечко, выпьет, То булочки дам, съест.